Это итоги недели в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! Далее коротко о главном. Новые портфели, антиковидный иммунитет и доступный абонент. Беларусь и Россия отменят плату в роуминге. Насколько подешевеют звонки? Зерно дороже золота. Президент провел совещание по вопросам готовности к весенним полевым работам. 9 миллионов тонн зерна и хватит телепаться. На чем акцентировал глава государства. У страха глаза велики. Я знаю, уже время было такое, что люди запасались, а потом все выбросили на мусорку. В белорусских магазинах появился ажиотажный спрос на сахар, крупы и соль. Обоснована ли паника? Мастера комфорта и создатели уюта. В Беларуси отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Хочу вам пожелать успехов в труде, здоровья и всего самого хорошего. Как преобразился Бобруйск. Кузнец с каменно застывшими глазами. Здесь чувствуется та боль. Патриоты Беларуси посетили мемориальный комплекс в Хатыни, о чем звонят колокола. Дети и дороги. Прежде чем перейти дорогу, надо посмотреть налево, дойти до середины, потом посмотреть направо. Накануне каникул ГАИ еще раз напомнила школьникам о безопасности. Сколько стоит маленькая жизнь. Поисковая операция, температурная аномалия и ценное зерно. Кофейная индустрия оказалась под угрозой, исчезнет ли бодрящий напиток с магазинных полок. Посевная для Беларуси в этом году важна как никогда. Об этом президент заявил на совещании по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ. В этом сезоне Александр Лукашенко поставил задачу произвести 9 миллионов тонн зерна. Беларусский лидер подчеркнул, на уровне правительства приняты все решения по таким насущным вопросам, как финансирование, обеспечение топливом и подготовка техники для проведения посевной. Надо железно в правительстве записать везде 9 миллионов тонн зерна и хватит телепаться. 700 тысяч тонн рапса, если больше, получите еще больший эффект экономический. И 5 миллионов тонн сахарной свеклы. На это обращаю особое внимание. Свекла, как хлеб, соль и другие, пару-тройку продовольственных позиций – стратегический товар. Вы видите, что сегодня за сахар идет война уже. К счастью, только в магазинах. Президент в нынешней ситуации сравнил зерно с новым золотом или нефтью. Глава государства акцентировал внимание – посевная должна пройти со строгим соблюдением всех отраслевых регламентов и технологий. Поэтому нужно ужесточить контроль за любыми нарушениями. В продолжении темы – ценный ассортимент товаров на прилавках магазинов под контролем. Непростая геополитическая и экономическая обстановка в мире вызвала у белорусов ажиотажный спрос на сахар, соль, гречку и подсолнечное масло. Однако паника была недолгой и никак не сказалась на продовольственных запасах. Татьяна Горбач убедилась – поводов для беспокойства нет. То, что белорусы – предусмотрительный народ, ни для кого не секрет. Поэтому, когда конец февраля принес тревожные новости из Украины, люди предсказуемо выстроились в очереди в магазинах. Брали все, что попадется под руку и может подорожать или вовсе исчезнуть. С прилавков буквально сметались гречка, масло, сахар и соль. Сегодня в торговых центрах все как обычно. Покупателей много и главное – товар никуда не исчез. В данный момент товаров достаточно как белорусского производства, так и импортного производства. В полном ассортименте есть сахар, соль белорусского производства. Мука сейчас у нас в наличии российского производства, несколько видов. Вопросы продовольственной безопасности под особым контролем. О стабилизационных фондах позаботилось государство. В стране более чем достаточно производится молока, мясо, растительного масла, яиц, сахара, овощей и зерна. С запасами заполнены склады. Ни о каком дефиците товаров речи не идет. Хватает в магазине всего, цены адекватные. Так что запасаться, как некоторые, хватает, я ничего не собираюсь. Вот сейчас прошел по крупам, по макаронам, всего хватает. Сахара, пожалуйста, никакого ажиотажа нет. Здесь всегда все свежее, интересное. Особенно мне нравится местное производство. Всегда все в доступности. Я не покупаю там заранее на очень огромные сроки. Я знаю, уже время было такое, что люди запасались, а потом все выбросили на мусор. Я вот взяла молочко там себе на каждый день, чтобы с дедушкой покушать. И больше ничего, не запасаюсь. Доля продуктов питания белорусского производства в магазинах выросла и составляет около 77%. Комбинаты и фабрики работают в обычном режиме. Около 50% излишков отправляется на экспорт. Так что даже при самых пессимистичных прогнозах голод нам не грозит. Торгуем сегодня больше, чем со 100 странами мира. Поэтому Республика Беларусь должна прошло занять нишу. Самый ближайший рынок Российской Федерации. Но отдалить внимание экспорту на Китайскую Народную Республику. Обеспечить проток валюты в Республику Беларусь через объемы реализации и качество производимой продукции. Цены на белорусские овощи вполне демократичные. Килограмм картофеля – рубль 38, моркови – рубль 42. За лук просят на 7 копеек больше. А вот стоимость турецкого красного перца и помидоров заметно выросла. Сахар обойдется в рубль 74. Подсолнечное масло – от 4 и выше. Соль – от 45 копеек. Полки магазина пестрят разнообразие. Мясные, рыбные, молочные деликатесы в полном изобилии. Сейчас, после круп, самый ходовой товар – консервы. Банка такой тушенки обойдется в 5 рублей 23 копейки. Особое внимание – доступности товаров первой необходимости. В списке – порядка трех десятков позиций. Впрочем, мониторить цены могут и сами белорусы. О резком подорожании можно сообщить прямо в Комитет госконтроля. Вопросы про безопасность и дальше будут находиться под пристальным вниманием. Белорусского потенциала хватит, чтобы справиться с любыми вызовами. Татьяна Горбыч, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Кадровые рокировки, памятная дата и очередная схема. Банки просят проявить особое внимание на рассылки в мессенджерах. Что на этот раз придумали мошенники? Громкие заголовки недели – далее в специальном обзоре. Рабочая неделя президента началась с рокировок. Александр Лукашенко назначил Леонида Зайца на должность вице-премьера. Профиль – сельское хозяйство. Ранее он занимал пост председателя Совета Республики. Еще восемь человек согласованы на новые посты и должности. Генеральным директором Бобруйска Громаша стал Виктор Филатов. Указом президента изменено название даты 22 июня. Теперь это день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. На нашей земле фашистами было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Более 5 миллионов человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Таким образом, полностью привито 57% белорусов. Для коллективного иммунитета, по словам медиков, следует достигнуть как минимум 80. Уровень заболеваемости коронавирусом стремительно снижается во всех регионах страны. Беларусь и Россия отменяет плату в роуминге с 1 апреля. Ранее между странами были значительно снижены тарифы. В связи с этим увеличилось количество входящих вызовов в полтора раза, исходящих – в два. Также абоненты стали чаще обмениваться СМС-сообщениями и пользоваться интернетом. Беларусьбанк предупредил о новой схеме мошенников. От имени официального представителя злоумышленники отправляют в Вайбер или Телеграм фишинговое сообщение о возможной блокировке приложения и прикрепляют вредоносный файл. Устанавливать мобильный банкинг можно только из Play Market и App Store. Мастера комфорта в Беларуси отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Именно благодаря им в наши дома поступает тепло, а на улицах чистота и порядок. Отрасль модернизируется, внедряет современные механизмы и технологии. Продолжит тему Ольга Васенда. В своем непростом и, казалось бы, неженском деле Елена Ковалева одна из лучших. Коллеги говорят, ей все ни по чем. И обои поклеит, и стену подмолюет, и потолок подшпаклюет. Больше всего, признается специалист с 10-летним стажем, любит красить валиком ровно и без полос. Когда мы делаем рисунки, людям тоже нравится, жильцы обращают на это внимание. Разукрашивать детям площадки детские, чтобы они были яркие, красивые, чтобы было приятно и детям поиграть, и родителям рядом побыть. В Бобруйске в 2021-м сделали ставку на капитальный ремонт. В 20 многоквартирных домах обновились кровля, фасад, канализационная сеть, тепло- и водоснабжение. По необходимости заменены счетчики. Плюс отремонтировано 30 подъездов. Новыми красками заиграли 490 детских и спортивных площадок. Дополнительных установлено 6. По текущему ремонту жилищного фонда на 2022 год мы планируем, согласно плану, утвержденному, выполнение работ по ремонту кровель, инженерного оборудования в части замены, канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения в подвалах жилых домов. Затем ремонт фасадов, входов, подъезды, установка поручней, пандусов, а также ремонт отмостки. Производительность труда жилищно-коммунального хозяйства за год выросла аж в три раза. Существенно пополнился автопарк. Универсальные погрузчики, новенькие автогрейдеры и мусоровозы, плужно-щеточные и комбинированные машины. В ЖВП Ромайского района появилось семейство тракторов «Беларусь». Было приобретено три единицы техники и плюс к ней еще навесное оборудование. Значит, была приобретена машина уборочная с навесным оборудованием для подметания, уборки снега. Дополнительно к ней приобреталась коса для козьбы и разбрасыватель для соляно-песчаной смеси. Данная техника позволяет более эффективно производить комплексную уборку и чистку от снега, листвы, мусора. В 2021-м в Бобруйске активно обновлялись дороги Сикорского, Минская, Интернациональная, Энергетиков, 50 лет ВЛКСМ, Георгиевский и Проспект Строителей. Один из самых крупных апгрейдов – от микрорайона «Северный» до конечной второго маршрута троллейбуса. Всего отремонтировано свыше 207 тысяч квадратных метров покрытия. Благодаря госпрограмме «Теплоэнергетика» ежегодно проводит и замену изношенных трубопроводов на эффективные изолированные. За 2021-й обновлено свыше 4,5 километров сетей водоснабжения. Срок службы современного оборудования выше, а гидравлические потери ниже, меньше и затраты. Наше предприятие еще выполняет множество других работ по обслуживанию этих же теплотраж, чтобы они, по крайней мере, еще служили нам долго и правильно, чтобы экономить и свои средства, и средства бюджета. А в этом здании на Орловского строится новая котельная. Готовность – 70%. Тепло и горячая вода отсюда будут подаваться в 10 жилых домов и 3 учреждения образования, в 20-й и 46-й детский сад и дюж номер один. Проект разрабатывался с учетом всех современных требований. Это гарантирует соблюдение норм по содержанию в воздухе вредных выбросов. Котельная будет работать на природном газе. Оборудование здесь установлено итальянское. Система значительно сократит затраты на производство тепловой энергии. В жилищно-коммунальном хозяйстве Бобруйска работает свыше 2000 человек. Люди, которые делают наш город чище, красивее и уютнее. И это факт. За 2021 специалисты выполнили все доведенные показатели госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 100%. Потому в адрес лучших в преддверии профессионального праздника звучат слова поздравления. Не забыли и про ветеранов. Прошлый год, я считаю, отработали достаточно успешно. Да, есть много вопросов еще, но мы стараемся и двигаемся вперед, на месте не стоим. Думаю, что в текущем году мы продолжим трудиться на благо всех жителей города Бобруйска. Переоценить роль специалистов жилищно-коммунальных и бытовых служб достаточно сложно. Ведь именно благодаря им благоухает город проводятся проекты по благоустройству и озеленению малой родины. Все это, несмотря на время года и красные дни календаря. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Исправленному верить в администрации Ленинского района прошло заседание наблюдательной комиссии. На повестке дня социальная адаптация всех, кто освободился из мест лишения свободы. Речь в первую очередь о помощи в трудоустройстве. Здесь ряд проблемных вопросов. Судимые обычно имеют лишь базовое образование и могут рассчитывать на низкоквалифицированный труд. Многие считают такую работу непрестижной. К тому же некоторым отказывают и предприятия. Цель нашей акции все-таки помочь дойти до каждого судимого, индивидуально посмотреть на каждую личность, где мы можем им помочь не только в трудоустройстве, но и в каком-то бытовом устройстве. Центр занятости предлагает вакансии на Таиме, Боброиско-Громашек, Кошкомбинате, Белметалле и Депе. Соцслужбы, в свою очередь, помогают с установлением документов. Можно также получить профессию или пройти переобучение. Дата, отпечатанная в истории кровью. На неделе белорусы вспомнили всесожженные города, деревни и символ вечной скорби – Хатынь. Страшную смерть тогда приняли 149 безвинных жертв. Больше половины из них – дети. Со дня величайшей национальной трагедии прошло 79 лет. А боль такая же, как прежде. 22 марта, 11.30. Жители Бобруиска собираются у братской могилы советских военнопленных. Память жертв нацизма чтят минутой молчания. После возлагают к мемориалу цветы. Впереди путь длиною в 150 километров. Пункт назначения – Курганславы. В Минскую область съезжаются полтысячи машин. Патриоты Беларуси уже давно превратили автопробеги в хорошую традицию. С каждым разом к ним присоединяются все больше людей. Масштабы поражают. Это солнечный день. Мы собрались здесь для того, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Чтобы встретиться с родными людьми. Пускай мы живем в разных городах, но мы уже стали большой дружной семьей. Конечная точка маршрута – Хатынь. Равнодушных здесь нет. Люди несут цветы к непокоренному человеку. Этот памятник – центр мемориального комплекса. Митинг-реквием – дань памяти невинным жертвам войны. 79 лет назад в Хатыни произошла страшная трагедия. В деревню вошел 118-й батальон охранной полиции. Стариков, женщин и детей загнали в сарай и подожгли. А когда горящие люди пытались бежать, добивали и уничтожали. Им не оставили ни малейшей надежды на спасение. Тот день оборвал жизни 149 человек. Мы всегда, люди старшего поколения, пытаемся передать младшему. Нельзя забывать такие трагические истории нашего государства. Вот поэтому мы сегодня здесь отдаем дань памяти и уважения тем, кто погиб в те далекие годы. Колокола Хатыни знают во всем мире. Но каждый элемент мемориала – от шестиметровой скульптуры крестьянина до труп обелисков – имеет свою символику, в которой заключен глубокий смысл непокоренности и мужества белорусского народа. За все годы комплекс посетили 40 миллионов человек из 100 стран. Здесь чувствуется та боль, те слезы, которые здесь были пролиты и которые здесь пережиты. Мы участвовали в митинге в память погибших не только в Хатыни, но во всех деревнях Белоруссии, которые были сожжены заживо немецко-фашистскими захватчиками. Первоначально мемориал должны были посвятить только трагедии этих мест, но проект пересмотрели, и Хатынь превратилась в символ вечной памяти. Теперь же здесь находится единственное в мире кладбище деревень. Зуева, Мураги, Рудкова, Залесия – мемориальный комплекс увековечил память о 185 деревнях, подобных Хатыни, сожженных и невозрожденных. В траурных урнах земля, познавшая трагедию разорения. На открытии мемориала в 1969-м Иосиф Каминский заявил, «Люди, не допустите больше такого никогда». Наставление выжившего в Хатынском огне кузнеца приобретает особый смысл в год исторической памяти. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Безопасная весна. В преддверии школьных каникул МВД Беларуси запустила детский конкурс. Наступило время отдыха, а значит, учащиеся будут больше времени проводить на улице, кататься на самокатах, скейтах, велосипедах и просто гулять во дворе. Здесь самое главное – не забывать об осторожности. Чтобы принять участие в конкурсе, можно написать стих, нарисовать рисунок, снять фото или видео о соблюдении правил безопасности. Затем нужно опубликовать работы в Инстаграме с хэштегом «Безопасная весна» или отметить аккаунт МВД. Самые лучшие будут награждены. Ура каникулы! Для взрослых перерыв в занятиях скорее повод повысить внимание. И неважно, водитель вы или пешеход. Во дворе или на оживленной магистрали чужой беды не бывает. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками ГАИ заехала в гости к учащимся. Госавтоинспекция всегда работает на опережение. Здесь, как и в болезнях, лучше предупредить, чем лечить. Сотрудники ГАИ целый год проводят профилактические уроки, беседы и интерактивные игры. Все, чтобы максимально обезопасить детей. Только мы, взрослые, можем помочь ребенку научиться хорошему поведению, вежливости и, конечно, безопасности. Уважаемые родители, контролируйте досуг ваших детей и подавайте им правильный пример. Никто, кроме вас, не расскажет о безопасности так, как это должно быть. Культура безопасного поведения на всю жизнь формируется с самых ранних лет. Поэтому детей обучают уже с детсадовской скамьи. Каждому возрасту свой подход. Для малышей это игры и сказочные герои. Здесь идут в ход пазлы, лото, картинки и даже мультики. И надо отдать должное. Дети в своей четыре с небольшим уже знают знаки дорожного движения и как правильно переходить в проезжую часть. Надо переходить дорогу на зебре. И на пешеходном, либо на светофоре. А как переходить дорогу, если вы на самокате или на велосипеде? Да, ну надо тогда вот так вот взять в руки и пойти. Встать, а потом пойти. А потом, когда вы уже на туаре, можете обратно и ехать. Так, на самокате или на велосипеде или на скейте. Детей постарше только мультфильмами не пронять. Тут уже гольно выдумку хитра. Инспекторы на время становятся и аниматорами, и хендмейкерами. Предусмотреть любую чрезвычайную ситуацию и дать советы на все случаи жизни невозможно. Но научить быть осторожным можно и нужно. Прежде чем перейти дорогу, надо посмотреть налево, дойти до середины, потом посмотреть направо. Еще нельзя играть возле дороги. Ездить по дорогам на великах можно только с 14 лет. Я всегда, конечно, беру с собой фрикер. У меня он где-нибудь всегда висит, чтобы если машина едет, она его не заметила. Но ответственность лежит на всех участниках движения. И нам, взрослым, стоит проявить особую внимательность лишний раз, притормозить перед пешеходным, осмотреться на перекрестках возле школы во дворах. Ваша осторожность может предотвратить беду. За прошлый год в Бобруйске зарегистрировано 13 ДТП с участием несовершеннолетних. В 11 из них ПДД нарушили именно водители. На деле же все просто. Вовремя взять ребенка за руку, еще раз напомнить правила безопасности, а главное быть примером. Ведь воспитание – это зеркало, в котором отражаетесь вы сами. Кристина Рианц, Карина Гуревич, Максим Галионко. Итоги недели. Экономический кризис, птичий грипп и абсолютный рекорд. В Антарктиде температура поднялась на 40 градусов выше нормы. А что с Арктикой? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Шри-Ланка переживает худший за последние 70 лет экономический кризис. Местные жители жалуются на нехватку топлива, лекарств, продуктов и электричества. Несколько человек погибли в очереди за бензином. Школьные экзамены отменили из-за нехватки бумаги и чернил. Люди требуют отставки президента. В горах Китая разбился пассажирский самолет. За минуту он совершил крутой спуск с высоты 6000 метров и пропал с радаров. На борту находились 132 человека. Поисковая операция продолжается, однако ее осложняет погода. Выживших, как сообщается, нет. В Европе из-за птичьего гриппа забиты десятки миллионов уток и кур. Вирусом с конца ноября охвачены уже около тысячи ферм. Больше всего пострадали Франция и Север Италии. Сейчас все силы брошены на предотвращение распространения инфекции. Кофейная индустрия под угрозой. Основная причина – рост цен на ресурсы из-за перебоя поставок. Стоимость зерна отстает от затрат. Все, что сейчас остается производителем – разбавлять удобрения водой, чтобы растянуть запасы. Как это повлияет на урожайность, пока неизвестно. Любителям напитка тем временем стоит готовиться к подорожанию. Метеорологи зафиксировали новый абсолютный температурный рекорд в Антарктиде. Воздух здесь прогрелся до минус 12. Это на 40 градусов выше среднемесячной нормы. Рост отмечается и в Арктике. Ученые отмечают – на полюсах сейчас разные сезоны года. Северный и Южный не должны таять одновременно. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бавруйск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова